Всем привет! С вами Таня Аптерис. В этом видео я продолжаю обзор обновления программы Empire 2022 года и покажу новую функцию, которую добавили производители. Это функция «Удиви меня» или добавление рандомного изображения. Добавили специальную кнопку на панели инструментов, такой знак вопроса, и через меню «Вставить», «Удиви меня» и комбинация клавиш «Ctrl», «Alt», «Enter». Давайте попробуем отсюда зайти. Когда мы нажимаем эту опцию, нам предлагается диалоговое меню, где мы можем выбрать разные варианты для наших изображений. Я возьму «Цветок 1». Тут программа сразу предлагает сделать заливку. Как это можно делать, можно не делать. Я пока выключу и сразу заливку делать не буду. Покажу, как можно менять эти изображения. В рамках одной категории мы можем менять изображения, нажимая на вот эту звездочку рядом со знаком вопроса. Менять раскладку цветов мы можем с помощью стрелочки. Здесь она бывает разнообразная. Чтобы удалить изображение, мы можем выбрать меню «Изображение нет» и «Удалить». Давайте посмотрим теперь, как добавить из панели инструментов. Здесь мы не выбираем категорию и программа просто нам что-то предлагает. Но тут мы можем менять раскладку по цветам. Можем менять, кликая на звездочки, менять форму. И можем менять размер нашего изображения, кликая по звездочкам вверх и вниз. Появились функции «Конвертировать изображение в контуры» и «Конвертировать изображение в заливки». Давайте выберем какое-то другое изображение с большей площадью, чтобы можно было поработать с заливками. Это все мелкое, это все не очень хорошо сработает с новыми заливками. Я пока удаляю изображение, не сохраняю и добавлю категорию. Давайте вставим из этой категории. Ну и мы можем заполнить каким-нибудь из наших новых заполнений. Ну допустим, фрактальное заполнение. Я здесь поставила отступы по 1 мм. Программа компилирует стежки на каждой из цветных областей. Ну и вот, что в итоге получается. Я удалю изображение. И получается вот такое заполнение с разными цветами. Но все-таки такой вариант подходит для больших площадей. Давайте попробуем что-нибудь подобрать. Ну вот, может, такой вариант. Конвертируем в заполнение. Можно цветным, можно монохромным. Пусть будет цветное. Какой-нибудь вариант. Видите, появились эти заполнения. И можно добавить к этим заполнениям еще контуры цветные. Удалим изображение. И получается такой вот дизайн. В принципе, если узор у нас достаточно крупный, то можно сделать вот такие красивые дизайны из заложенных в программу изображений. Также мы в редакторе можем создавать дизайны из встроенных шрифтов. Меню вставить. И выбираем фонт-энжин текст. Здесь нам понадобятся шрифты с символами. Вот они здесь внизу. Можно выбрать какой-то из вариантов. Пусть будет облачко. Два раза кликаем по облачку. И вот дальше у нас два варианта. Здесь можно выбрать либо черно-белый, либо цветной. Вот у нас это же облачко. Можно цветной. Программа его раскрашивает. И здесь мы, кликая по вот этой стрелочке, можем выбирать варианты раскраса нашего облачка. Ну и естественно на базе этого делать дизайн. Увеличу немножко облачко. Выбираю конвертировать дизайн в стежки. Выбираю цветной. Ну и так как тут мелкие объекты, выберу заполнение. Оффсет и отступ я оставляю нулевым. И выбираем любое из заполнений. Пусть будет ровное заполнение. И вот программа генерирует стежки. И мы можем уже получить готовый дизайн. Прямо не выходя из редактора. Мы также можем дополнительно работать с цветными изображениями. Еще раз ставим наше изображение через рандомную функцию. Эта функция еще есть и в меню изображения. Пусть будет такое. Я менять ничего не буду. И теперь мы можем увеличить расстояние между областями заливки у нашего изображения. Меню изображения. Расширить или сжать цветную область. Если поставить отрицательное значение, например, минус 5, чтобы было заметно. У нас появляются просветы между цветными областями. Ну и теперь можно создать, допустим, контур. Пусть будет однотонный. Совсем соглашаюсь. И программа создала строчку вокруг этих элементов. Еще одно новшество. Это фрактальные узоры. Меню вставить. И вот здесь опция фрактал. Здесь в списке мы можем выбрать узоры, которые у нас были и в заливках. Это разные веточки. И выбираем ОК. Появляется вот такого плана веточка. Здесь у нас регулируется плотность, длина стежка и количество слоев вышивки. Это могут быть веточки. Достаточно они интересные. И могут быть вот такого плана заполнения. Тоже есть достаточно интересные варианты. И формироваться они будут под выбранную область пялец. Еще одна из новых функций это текст с кельтскими узлами. Мы вверху набираем текст. И дальше мы можем выбрать вариант букв. Их тут очень-очень много. Текст может быть жирный, подчеркнутый, курсив. Он может быть двухцветным и одноцветным. Давайте посмотрим. Выберем двухцветный. При двухцветном тексте мы можем регулировать процент заполнения одного цвета и второго. Вот что получается. Вариантов букв очень-очень много. На ваше усмотрение. Тут у нас те же параметры, что и заливок. Сделать более плавные линии, либо более угловатые. Плотность, ширина заполнения. Маркеры для стыковки. Маркеры для стыковки. И разброс узора. Более ровный и такой вот более разбросанный. Помимо этого заполнения кельтской плетенкой мы можем делать и просто для шрифтов. Вставляем в Font Engine. Выбираем какой-то из символов. То есть можно символы взять, можно буквы взять. Давайте возьмем символы. Облачко я удалю. Подставлю. И далее. Кликаем по стрелочке рядом с картинкой. Здесь мы можем выбрать цветной, либо однотонный вариант. Выбрать размер нашего символа. То есть в зависимости от размера шрифта у нас вот здесь выставляется фактически размер нашего символа, либо нашей надписи. Ну и дальше мы можем выбрать параметры, которые нам нужны. Пусть вот здесь будет более разбросанный. И более угловатый. И давайте поменяем процент по цвету. Нажимаем ОК. И вот программа нам создала такое заполнение из готового символа со шрифтами. Итак, это было третье видео, посвященное обновлению 2022 года программы Embiirt. И это еще не все. У меня еще есть материал как минимум на одно видео. Не забывайте подписываться на мой канал. С вами была Таня Аптерис. Все, пока-пока.